Зламали семь саджанцев в древ и назавжди сапсовали свою биографию. Рохачевские школьники выпили пиво, их фантазии хопило только на подлое хулиганство. Трое подлетков знищили молодые рабины, которые, до речи, двое из них сами саджали в летку побачь с родной школой. Зараз детское глупство может обернуться дорослой отказностью. Сюжет Марины Джалой. Гэты древцы вось-вось начали приживаться. У весну распустилися первые листики. Али им не пошасте лопынуться на дорозе в ушню четвертой школы. Одинадцатикласснику и двум девятиклассникам. Те то выпитое пиво спровоковало на хулиганство, те тоже дани беспокоранно нашкодить. Сдавалось, что беспокоранно. Виноваты худко знайшли. Ины признали свою вину, раскаялись и купили замест семи саджанцев одинадцать. Али у любым выпадку супротив ушню уже узбуджена криминальная справа. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде ареста, ограничения свободы предусмотрено и лишение свободы. Однако при назначении наказания, я думаю, будет учтено их добровольное возмещение ущерба и раскаяние в целом. Для меня это справедливый шок, признается директор школы Александр Лейкин. Он говорит, что ГТ-3 уже давно находится под особенным наглядом наставников и школьной администрации. Но чтобы дойти до криминала, такого от хлопцев докладно не ждали. Это было большим шоком, что здесь оказались дети, которые садили эти деревья, которые очень часто помогают школе в различных трудовых акциях. Поэтому это было большим шоком. Но где мы не доработали, я еще не знаю, могу сказать, где мы не доработали. Вроде бы много занимаемся профилактическими мероприятиями, и индивидуально очень много работаем с детьми. Сегодня юные порушальники высадили новые дреуцы. Увесь час черванели и отводили позерки от видеокамеры. Неподалеку стояли, опустивши в очи их мати. Такой уваги никому не пожидаешь. Межтым школьники на всю Гомельскую область пообещали больше николи не шукать таких забав на свои и батьковские головы. Я прошу прощения за то, что сломал деревья. Я раскаюсь в этом. Я понимаю, что я сделал необдуманный поступок. Я сделал плохо, я виноват. Прошу строго не судить, раскаиваюсь. Больше такого не повторится. Мне стыдно, что я так совершил. Потому что мы эти деревья сажали и сломали. Стыдно смотреть в глаза учителям, администрации школы. Я тоже раскаиваюсь. Прошу прощения. Наприконцы хотелось обдадать, что дети, навык уже такие, под метр восемьдесят, усеровно дети, яких треба любить и подтримливать. Капотами они не становились героями подобных сюжетов. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачова.